МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отношении бывших, исполняющих обязанности директора Торжокского ДРСУ и его заместителя, а также директора Тверской мостостроительной компании. Их обвиняют в мошенничестве, даче и получении взятки. Расследованием занимался 2-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Тверской области. По версии следствия, в 2018-2019 годах руководство Торжокского ДРСУ получило от директора Тверской мостостроительной компании более 390 тысяч рублей за подписание договора субподряда. Получив контракт, директор Тверской мостостроительной компании похитил более 2,5 миллионов рублей, выделенных из бюджета на ремонт дорог в Торжке. Начальству ДРСУ досталось еще почти полтора миллиона казенных рублей. Противоправную деятельность задержанных вскрыли тверские сотрудники ФСБ. Дело в отношении дорожников будет рассматриваться в Торжокском межрайонном суде Тверской области. Сотрудники регионального следственного комитета встретились с представителями общественной организации по научно-исторической военно-патриотической работе с молодежью «Витязь». Между этими двумя организациями заключено соглашение о сотрудничестве. Мы рассказывали о приоритетных задачах Следственного комитета России по установлению обстоятельств военных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Руководителем Следственного управления в марте прошлого года издано распоряжение и утвержден состав группы из числа сотрудников Следственного управления для оказания помощи поисковикам в обнаружении и захоронении мирных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Содействие в работе с архивными документами центральных, ведомственных и региональных архивов. В состав поисково-следственной группы на постоянной основе вошли председатель общественной организации «Витязь» Александр Иванов и командир поискового отряда «Марс» Владимир Камышанский.